Мы продолжаем эфир. Работаем в прямом эфире 22.14.019. Сегодня говорим о хоровой музыке, о хоровом пении и конкретно о хоре Дальневосточного федерального университета, который недавно вернулся с медалями со всемирных хоровых игр и показал наш город, наш край, наш регион. Там, где выступало 460 хоров из 70 стран мира, это был единственный коллектив с Дальнего Востока, я так понимаю, да? Нет, не единственный. Был еще в первой части Олимпиады хор детства из Благовещенской, из первой музыкальной школы. Кстати, им руководит моя однокурсница, академия искусств Татьяна Бедерина. Сколько существует ваш коллектив лет? Ну, уже одиннадцатый год. То есть в прошлом году мы отметили свой десятилетний первый такой серьезный юбилей. Вот нам одиннадцатый год. Как родилась идея создать этот коллектив? Потому что я знаю, что раньше вы занимались профессиональными музыкантами, профессиональными вокалистами. И удивительно было, да, то есть вас хорошо знают в музыкальном сообществе. Когда вы занялись непрофессионалами, все так, ну надо же. Ну, знаете, я всегда занималась и непрофессионалами в том числе. Во-первых, с первого курса академии я занималась с детьми. То есть это была сначала пятая музыкальная школа, затем третья, затем школа-приучилище и первая школа. И сейчас у меня есть несколько проектов, связанных, безусловно, с ребятами. Потому что вот таких замечательных певцов нужно воспитывать в том числе с детства и собственными руками. Потому что сам процесс очень интересный. Ну и что посеешь, что пожнешь, как говорится. Это во-первых. Как вы пришли в университет? В университет я пришла в Пушкинский театр. Собственно, Борис Косяков тогда был руководителем после восстановления как раз Пушкинского, реставрации Пушкинского театра. Он был его директором. У нас были с ним связи, творческие проекты до этого в колледже. Морском мы делали проект для Всемирной, по-моему, рыболовецкой выставки. То есть я занималась непрофессиональными ребятами, которые в колледже. И мы готовили программу, которую они представили в Санкт-Петербурге. Вот тогда мы познакомились. И когда появилась ставка хормистера в Пушкинском театре, он меня пригласил. Я долго упиралась внутренне, потому что начинать заново с детьми я всегда готова. А вот начинать уже со взрослыми, со студентами, я предполагала, как это будет сложно. И само слово, хоть я его не люблю, самодеятельность, а любительские коллективы, это всем больше греет ухо и сердце. Но на самом деле это самодеятельность. Да, потому что меня приглашали несколько раз в разные институты. И все-таки я не решалась делать это, поскольку было и много работы, в принципе, и хватало. Ну вот когда появилась возможность все-таки еще заняться чем-то новым, не скажу, что с большим энтузиазмом я приступила к этому делу, но все же потихонечку. То есть я хочу сказать, что, наверное, на создание хора ушло пять лет. То есть с 2003 года мы начали с обыкновенной, совершенно самодеятельной вокальной группы, где приходили все, в основном это были девушки, с музыкальным образованием, в основном без музыкального и без музыкального слуха, не только образования. Но тем не менее я благодарна им всем за энтузиазм, за любовь к этому искусству, за интерес. А как работаете с человеком, у которого медведь на ухо наступил? Оль, ну это особая как бы тема. Конечно, есть разного уровня ведь коллективы. И потом сейчас, когда звонят или спрашивают, можно ли петь у вас в коллективе, я спрашиваю, есть ли у вас музыкальное начальное образование. То есть все-таки для вас... Если его нет, это практически невозможно. Да. Есть, конечно, уникальные ребята. Есть уникальные ребята и взрослые, которые даже не знают о том, что у них есть такие таланты, что у них есть замечательный слух. И если некоторое время заниматься толково, то они могут, в принципе, и графику эту считывать, пусть не зная даже нотной грамоты и ритм, и запоминать больше. Ведь существует замечательная музыкальная память, и она у многих людей присутствует. Поэтому можно заниматься. То есть, чтобы попасть к вам в коллектив, это уже конкурс? Это уже конкурс, да? Ну, к сожалению, у нас нет такого ажиотажа и интереса к хоровой культуре, но, в принципе, не конкурс. Но нужно отдавать отчет о том, что если исполняем мы партитуры четырех и более голосные, и это написано профессиональными композиторами, профессиональной музыкой, то, конечно, нужно образование. Катя, как вы попали в коллектив? Расскажите. Я слышала, что с 11 лет. Ну, я вообще с Галина Леонтиной знакома еще с музыкальной школы, когда она преподавала в ДШИ номер один. То есть, вот еще с первого класса, вот мы вместе, я у Галины Леонтины с первого класса училась. То есть, сначала пела вот в детском хоре «Рассвет». Как раз в составе этого коллектива мы ездили на первые наши игры, это в Бремен, где мы тоже привезли две медали. Вот. И уже после вот такого детского хора Галина Леонтина пригласила меня в студенческий хор. Это было в 11 классе я еще училась в школе. И вот с 11 класса я стала петь в камерном хоре Пушкинского театра. И потом я поступила в Политехнический университет, тогда еще до Федерального университета. Ну и потом уже, когда произошло объединение вузов, уже мы стали коллективом Федерального университета. Да, у меня вопрос такой, вот Катя, ну такой столб в вашем коллективе, на который вы опираетесь, да, то есть человек, который может задать тонну, вокалистка, солистка. Катя поступила в Питер, уедет. Как вы будете? Задают мне ее преподаватель Зинаида Ивановна по вокалу, говорит, и как вы без Кати? Во-первых, конечно, это наш бриллиант. Конечно, о чем не каждый имеет двойное образование, да, университета и Приморского краевого колледжа искусств, сейчас вокальное отделение, как Катя. Но у нас есть еще и солисты, не имеющие профессионального, среднего, специального образования. Это Танечка Ифанова, это Яна Кровец, которая у нас еще и спортсменка, и сейчас она находится на, по-моему, конференции, да? Да, на Сергеюре, юристов. Юристов. То есть есть у нас такие красавицы, умницы, и спортсменки, и музыканты, да, это тоже наша солистка. Вот. И потом, вы знаете, хор все-таки не состоит из солистов. Он состоит из тех вот преданных музыкальных ребят, которые любят это дело и составляют его вот живую плоть и кровь, и фактуры хоровой, и сердце свое большое приносят туда. Да, поэтому, конечно, ну и Катю мы не отпустим. Я буду подождать. Конечно, она ведь улетает не на Луну, но я уже сейчас, мы с ней обговариваем, новые проекты, музыку. Я новых композиторов ищу для нее, где она будет и солировать, и не только. А что вот дает вашим участникам, студентам и не студентам тоже участие в хоре? Вот хоровое пение. Ну, лучше, конечно, спросить у них об этом. Ну, вы как профессионал, вы же знаете, какие затрагивают это. Я думаю, что это эмоции глубочайшие. Это самовыражение. Это чувство локтя, ансамбля, команды. А в учебном процессе пение в хоре помогает? Ну, что вы, конечно. Конечно. Ну, мы говорили о том, что ведь музыкальная память, она связана и с другими типами памяти. Это развивает, безусловно. А потом пение многоголосной полифонической музыки, пою свою партию, слышу многоголосье, вступление. Это мозговая деятельность какая? Мозговой штурм. Я предлагаю сейчас послушать как раз то, о чем вы говорите на примере выступления. Привет и приветствую, Найгерия! Приветствую, Сорига! Сорига! Это приятно, что вы видите, ребята! Экени Анатоль Экени Анатоль Экени Анатоль Субтитры подогнали Симон. 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 Солистам полагается президентская премия, которая тоже помогала мне в поездках. Субтитры подогнали Симон. 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 подошло к концу. Я вам желаю талантливых, преданных музыке участников, чтобы была прекрасная программа, и чтобы вы все получали удовольствие. Катя, возвращайтесь к нам в Володя Восток, как можно и чаще. Спасибо большое, что вы пришли к нам в студию. Спасибо за внимание. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok